МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Тамплиеры". Это религиозный рыцарский орден, чья история полна интригующих тайн. Воины Христа, овладевшие огромными состояниями, оказали значительное влияние на западную цивилизацию. Вы смотрите программу «Затерянные миры». Сегодня вас ждет рассказ о возникновении ордена и его наиболее важных деяниях. Девять веков тому назад мусульмане, воевавшие в Святой Земле с крестоносцами, встретились с новой устрашающей силой. Это был отряд монахов-меченосцев, именовавших себя тамплиерами. Какие цели преследовали эти загадочные воины Креста? Их безрассудная отвага вселяла страх в сердца врагов. Их сказочные сокровища превышали богатство королей. Их таинственные церемонии порождали слухи о чудовищных богохульствах. Тамплиеров обвиняли в отрицании Христа, оскорблении распятия, в поощрении гомосексуализма и служении идолам. Говорили, что тамплиеры открыли секреты подземелья легендарного храма Соломона в Иерусалиме. Им также приписывали обладание Туринской плащаницей и попытки перекроить карту Европы. Они были невероятно могущественны, богаты и высокомерны. Вполне вероятно, что им хотелось основать собственное государство. Мы попробуем отыскать ответы на эти интригующие вопросы и заглянем в те далекие времена, когда самыми отважными и загадочными из рыцарей были тамплиеры. Слово «темплиер» можно также перевести как «храмовники». Некоторые специалисты объясняют название ордена тем, что рыцари получили в дар от Иерусалимского короля здание, якобы стоявшее на месте легендарного храма Соломона. Святая земля Почитаемое место для христиан, мусульман, иудеев В конце XI века эта священная земля обогрилась кровью. В 1069 году Папа Римский Урбан II благословил армию крестоносцев на восточный поход. Они должны были освободить колыбель христианства от мусульманского владычества Сарацин. Очевидцы рассказывали, что когда победившие рыцари направились для молитвы к освобожденному гробу Господню, они шли по щиколотку в крови. В начале XII века в руках крестоносцев оказалась территория от Синайского полуострова до Северной Сирии. Паломники из Европы были готовы проделать огромный путь до христианского королевства ради того, чтобы помолиться на святых местах. Они твердо верили, что крестоносцы защитят их от воров и от сарацин. Но сами крестоносцы пока не были к этому готовы. Крестоносцы завоевали Иерусалим и святые места в окрестностях города. Но у них не было достаточно сил, чтобы оккупировать Палестину и Сирию. Так что христианам путешествовать по этому региону было весьма рискованно. В 1118 году перед королем Иерусалима Балдуином II предстали несколько рыцарей, возглавляемых французским аристократом по имени Гуга де Пейн. Именно эти девять мужчин основали одну из самых могущественных и загадочных организаций в истории. Чьи тайны занимают нас до сих пор? Они назвали себя «Бедные рыцари Христа». Несколько благородных мужей высокого происхождения посвятили себя Христу и принесли обет безбрачия, послушания и скромности. Своим первейшим долгом они почитали охрану дорог. Они вызвались защищать паломников от засад многочисленных воров и бандитов. Архиепископ Вильгельм Тирский Иерусалимский король Балдуин предложил бедным рыцарям необычное место проживания, неиспользуемое крыло его дворца на Храмовой горе. Крестоносцы считали, что именно на этом месте стояла некогда главная святыня еврейского народа храм царя Соломона. Вскоре бедных рыцарей Христа стали называть также рыцари храма Соломона в Иерусалиме, сокращенно рыцари храма, храмовники или тамплиеры от латинского темпля – храм. Пройдет немного времени и весь христианский мир узнает о них и будет взирать на них со смешанным чувством любопытства и благоговейного страха. В Средневековье не было ни одного сообщества, подобного тамплиерам. Гуго де Пейн и его последователи, подобно монахам, давали клятву жить в бедности, безбрачии и послушании. Они вставали до рассвета, читали молитвы и молча вкушали простую пищу. Официальная печать нового ордена подчеркивала их скромность. Два бедных рыцаря делят одну лошадь. Этот символ трудно соотнести с гордыми крестоносцами, но тамплиеры были действительно отчаянными воинами. Гуго де Пейн и его рыцари охраняли дороги с таким бесстрашием и умением, что на всем Ближнем Востоке к ним стали относиться с уважением и страхом. В этом было что-то необъяснимое. Темплиеры являлись людьми религии, они брали на себя те же обеты, как обычные монахи. И в то же время они имели право убивать. Это был первый подобный случай в европейской истории. Странная двойственность положения темплиеров удивляла их современников. Начали возникать подозрения касательно истинных целей рыцарей. Встречи темплиеров проходили в обстановке глубокой секретности, что дало повод для самых невероятных предположений, многие из которых дожили и до наших дней. Некоторые уверяли, что рыцари роют тайные проходы под своей резиденцией на месте древнего иудейского храма. Быть может, они уже нашли легендарные сокровища царя Соломона, такие как Ковчег Завета и, возможно, даже Святой Грааль. Судя по всему, они расчистили внушительное пространство внутри храмовой горы на месте так называемых конюшен храма Соломона. Но никому точно неизвестно, чем они там занимались. Существует предположение, что темплиеры вели раскопки под бывшим храмом, но там не было найдено никаких следов их деятельности. К тому же, это было священное место. Я сомневаюсь, что они решились бы там что-то раскапывать. Существует множество спекуляций касательно того, проводили тамплиеры раскопки под храмовой горой или нет. В числе реликвий, которые могли найти рыцари, упоминается библейский Ковчег Завета со скрижалями Моисея и чертежи, по которым строился храм Соломона. Так кем же были тамплиеры? Тайной сектой, ищущей запретные знания или действительно праведными воинами Христа? Мало кто мог предположить, что этот орден ожидала столь яркая судьба. Первые восемь лет своего существования молодой орден рыцарей храма испытывал постоянную нужду в деньгах и с трудом набирал новых членов. Само его существование оказалось под вопросом. Но в 1126 году все изменилось. Во Францию вернулся Гуго де Пейн, глава ордена. Ему удалось заручиться поддержкой Бернара Клервозского, который остался в истории как святой Бернар. В то время он был одним из самых влиятельных представителей церкви. Эти воины добрее, чем агнцы и отважнее, чем львы. Милосердие монаха соединяется с бесстрашием рыцаря в одной душе и одном теле. Бернар Клервозский. Поддержка одного из виднейших религиозных деятелей Запада чрезвычайно помогла группе рыцарей, охранявших пилигримов. Орден приобрел широкую известность и начал привлекать многочисленных покровителей, постепенно расширяя свои ряды. Спустя некоторое время бедные рыцари Христа стали одной из богатейших организаций Европы. В 1130 году Гуго де Пейн вернулся в Святую Землю с новыми рекрутами и воинство тамплиеров яростно обрушилось на врагов. К 1165 году рыцари выстроили цепь неприступных крепостей на границах христианских владений. Их неудержимая отвага и железная дисциплина на поле брани изумляла сарацин. Тамплиеры не отступали до тех пор, пока врагов не оказывалось втрое больше. Попавшего в плен тамплиера сарацины казнили, в то время как за менее опасных врагов они обычно требовали выкуп. Крестовые походы унесли жизни около 20 тысяч рыцарей. И тем не менее тамплиеры и сарацины явно испытывали взаимное уважение. Когда я посещал Иерусалим, то направлялся туда, где жили мои друзья-темплиеры. С одной стороны здания стояла церковь. Рыцари позволили мне совершать там молитвы. Усама Ибн Мункит Сарацинский дипломат Есть знаменитая история о том, как мусульманин молился в церкви темплиеров. Узнав об этом, другие крестоносцы пришли, чтобы выбросить его вон из церкви, считая, что он оскверняет святое место. Однако темплиеры встали на защиту гостя, объявив его своим другом. Надо полагать, они действительно находились в хороших отношениях с мусульманами святой земли. Любопытно, насколько тесны были связи рыцарей с сарацинами. Они общались не одно столетие. По традиции, именно темплиеры возглавляли шествие христианских послов к мусульманским дворам. Многие из рыцарей хорошо знали арабский язык. Вероятно, им были известны и члены секты фанатичных убийц, принимавших наркотики, которых называли хашишины, откуда в европейский языке вошло слово эссасин, наемный убийца. Это неопровержимый факт. Темплиеры близко познакомились с исламской и иудейской культурами и впитали в себя часть их знаний. Говорят, что именно они привезли в Европу шахматы. Ходили слухи, что иудейские и исламские друзья открыли темплиерам древнюю мудрость Востока. Они делились с рыцарями секретными знаниями алхимии, астрологии, нумерологии. Но, возможно, темплиеры проникли еще дальше и узнали о каких-то запретных ритуалах. Среди руин темплиерских церквей на посетителей взирают странные головы, лишенные тел. еще в средние века родилась легенда о том, что во время своих тайных религиозных церемоний темплиеры поклонялись некой голове. По одной из версий она принадлежала прекрасной женщине и была выполнена из золота и серебра. По другой это была голова бородатого мужчины с запавшими глазами и рогами на лбу. Третьи уверяют, что у головы было три лица и она была сделана из человеческих мумий. Одно из предполагаемых названий этого загадочного артефакта звучит как «голова Бафомета». Вспомнив о тесных контактах темплиеров и мусульман, некоторые исследователи провели параллель между словами «Бафомет» и «Мухаммед». и готовы были поверить, что тамплиеры обратились в ислам. Однако ислам строго запрещает поклонение каким-либо скульптурным или живописным изображениям. В 80-х годах исследователь Библии доктор Хью Шонфилд выдвинул удивительную новую теорию. Речь шла об открытии древнего шифра, названного Адбаш, который был основан на еврейском алфавите. Шонфилд полагал, что тамплиеры познакомились с этим шифром на Востоке и использовали его, чтобы скрыть от окружающих свои еретические учения. В еврейском алфавите 22 буквы. Если написать их рядом двумя столбиками по 11 букв, то получается несложный код. Надо всего лишь заменять каждую букву на соседнюю. Теперь, если написать слово Бафомет еврейскими буквами, а затем поменять их согласно шифру Адбаш, у вас получится слово София. Оно обозначает мудрость. Женское олицетворение мудрости. Тамплиеры уделяли большое внимание защите информации и в своей экономической деятельности. Их финансовые документы было практически невозможно подделать, поскольку они составлялись с помощью сложного шифра, известного только избранным членам ордена. Могли ли тамплиеры тайно поклоняться запрещенному образу богине мудрости? На заре христианства Софию почитала мистическая секта гностиков или тех, кто знает. Ученые связывали эту богиню с египетской Изидой и другими представительницами языческого пантеона. В четвертом веке церковь объявила гностиков еретиками, но их учение продолжало жить на востоке, где с ним и познакомились тамплиеры. Несмотря на отсутствие точных сведений, многие по-прежнему убеждены, что тамплиеры поклонялись таинственной голове. Возможно, этот ритуал был связан с одной из самых странных загадок истории. Эта церковь 12 века в деревне Темплкомп на юго-западе Англии принадлежала некогда тамплиерам. Для тех, кого занимают тайны ордена, эта скромная деревушка имеет огромное значение. На стене находится странное изображение. Лицо мужчины. Археологи датируют эту роспись концом 13 века. Ее называют головой из Темплкомба. Некоторые исследователи утверждают, что этот артефакт является изображением знаменитой христианской святыни. На протяжении веков считалось, что Туринская плащаница служила погребальным полотном для тела Иисуса и сохранила его отпечаток. Средневековая легенда связывает Туринскую плащаницу с крестоносцами. Когда-то ее называли иначе. Манделеон Манделеон или нерукотворный образ это кусок ткани, на котором якобы отпечатался лик Иисуса. По легенде реликвия досталась Абгару Пятому из Месопотамии, который благодаря полотну исцелился от тяжелой болезни. Впоследствии царь немало поспособствовал укреплению христианства. По преданию Манделеон достался византийской армии после взятия Эдессы. Византийцы привезли святыню в свою столицу Константинополь. Манделеон оставался там вплоть до 1204 года, одного из самых печальных моментов средневековой истории. В этом году состоялся постыдный четвертый крестовый поход. Европейские рыцари, направлявшиеся в святую землю, решили вместо этого разорить великий христианский город Константинополь. Согласно средневековым хроникам среди крестоносцев были и тамплиеры. В хаосе разбоя и грабежа Манделеон пропал. Но он не исчез бесследно. Через 150 лет впервые появились сведения о Туринской плащанице. Она принадлежала французскому аристократу Жефруа де Шарни. Его дядя занимал высокий пост в ордене тамплиеров. Быть может, Туринская плащаница это и есть тот самый мистический артефакт из Византии, который тамплиеры спасли от грабителей крестоносцев и сберегли при помощи семейства де Шарни. Может быть, в Темплкомпской церкви изображен Манделеон? Обо всех этих загадках, связанных с крестоносцами, спорят и по сей день. И по сей день они остаются без ответа. Фреска в Темплкомбе это стандартное средневековое изображение Иисуса Христа, которое встречается повсеместно. Нет какой-то особенной связи между ним и Туринской плащаницей. Если Манделеон попал к Тамплиерам, он вполне мог впоследствии оказаться у потомков одного из них. Ведь именно племянник де Шарни объявил о том, что он владеет Туринской плащаницей. На мой взгляд, это не случайно. Здесь есть связь. Связи между орденом Темплиеров и Туринской плащаницей посвящена масса научной и художественной литературы. Однако большинство версий остаются чисто спекулятивными, что еще раз подтверждает, рыцари надежно хранили свои секреты. К концу 13-го столетия Темплиеры находились на пике богатства и власти. Их гигантская монашеская империя простиралась далеко за границей Святой Земли. В средневековом мире насчитывалось около 900 тамплиерских центров. В распоряжении ордена находилась отлично обученная армия, всегда готовая к бою, а также сеть неприступных крепостей от Египта до Англии. Говорили, что рыцари сказочно богаты. Им принадлежало около 15 тысяч домов в Европе. Поскольку тамплиеры не считались официальные религиозные организации, они не платили налогов. Безусловно, рыцари были богаче многих королей, и те порой даже занимали у них деньги. Богатство позволило тамплиерам стать первыми и самыми авторитетными банкирами своего времени. Для международных операций они изобрели своеобразные дорожные чеки Средневековья. На деньги рыцарей велись войны. Их средства обеспечивали роскошную жизнь королевских дворов. Новоприобретенная власть не лучшим образом сказалась на некогда строгой дисциплине ордена. Появилась даже поговорка «пить как тамплиер». Но могущество ордена никто не посмел бы подвергнуть сомнению. Согласно декрету Ватикана над орденом не было иной власти кроме Папы Римского, да и он крайне редко вмешивался в их дела. Ни один христианский король не был властен над тамплиерами. Однако судьба уже готовила ордену тяжелейшие испытания. На протяжении десятилетий тамплиеры и другие крестоносцы безуспешно пытались удержать когда-то завоеванную Святую Землю. Но сарацином под предводительством талантливого военачальника Саладина постепенно удалось вытеснить христиан из Иерусалима и отбросить их на побережье. В 1291 году под напором несоразмерно большей силы пала последняя христианская крепость в Святой Земле. Осажденные темплиеры отказались сдаваться и бились насмерть. Библейская земля вновь оказалась во власти Сарацин, а темплиеры окончательно перебрались в Европу. Местные правители отнеслись к ним настороженно. Когда темплиеры утратили Святую Землю, им, говоря обобщенно, нечем было заняться. Они были невероятно могущественны, невероятно богатые и высокомерны. Вполне логично предположить, что им хотелось основать собственное государство. Центр тамплиерской империи располагался во Франции в самом сердце средневековой цивилизации. Возможно, рыцари намеревались основать там собственное автономное государство. Некоторые исследователи считают, что это было вполне осуществимо. Довольно логично, что в сложившейся ситуации у тамплиеров появился могущественный и коварный враг. Филипп IV, король Франции. Некоторые описывали Филиппа как человека благородной наружности и хороших манер. А по мнению других, он был похож на Сыча. Сидел на заседаниях Королевского Совета, глядел на всех из-под лобья и не произносил ни слова. Филипп IV остался в истории как противоречивый персонаж. Согласно некоторым свидетельствам, он был робким и уступчивым правителем. Но если судить по его деяниям, этот человек четко понимал чего хочет и добивался цели самыми жестокими средствами. Филиппа беспокоила неограниченное могущество ордена. Кроме того, он нуждался в деньгах для своих войн и политических компаний. Французский монарх решил разгромить тамплиеров и лично завладеть их сокровищами. Но даже он не мог открыто напасть на самый знаменитый орден католической церкви без поддержки Рима. Поэтому перед тем, как нанести решающий удар, Филиппу необходимо было заручиться помощью папы римского. По его приказу один из духовных лидеров Рима Бонифаций VIII был похищен и вскоре при загадочных обстоятельствах скончался, как и его преемник. Только после этого Филиппу удалось посадить на трон своего ставленника Климента V. Пожилой, страдающий болезнями папа не мог стать помехой для планов Филиппа. Наконец монарх нанес ордену жестокий удар. Пятница, 13 20 апреля 1307 года. Незадолго до рассвета королевские солдаты вошли в дом каждого тамплиера в центре Франции. Это была точно продуманная операция. Все французские члены ордена были схвачены, а их имущество конфисковано в пользу короны. Ничего подобного в средневековой Европе еще не случалось. По словам одного известного историка, это было сделано в манере современного диктаторского государства. Жестоко, эффективно и несправедливо. Шок от ареста рыцарей отразился в народных суевериях. По одной из версий именно это событие принесло пятнице 13-му числу сомнительную славу несчастливого дня. Едва французские тамплиеры оказались в руках у Филиппа IV, им был предъявлен целый ряд неслыханных обвинений. Рыцарем вменяли в вину ни много ни мало 127 богохульных преступлений. Палачам был дан приказ добиться признаний любой ценой. Многих тамплиеров подвергли жестоким пыткам. Палачи пустили в ход все самые варварские способы унижения, какие им были известны. И вскоре добились от членов ордена необходимых признаний. Характерно, что при этом никто из арестованных не раскаялся в своих действиях. В пыточных камерах многие тамплиеры соглашались с обвинениями и признавали, что они отрицали божественность Христа, плевали и мочились на крест, целовали новых рекрутов в губы, пупок и ягодицы. Некоторые сознавались в гомосексуальных половых актах. Значит ли это, что обвинения против тамплиеров были правдивыми? Или признания стали результатом невыносимых мучений? В 1314 году после 7 лет ареста Жак де Моле, великий магистр ордена, ошеломил своих судей, публично отказавшись от всех прежних признаний и заявив о полной невиновности тамплиеров. Разгневанный Филипп IV приговорил де Моле и других видных членов ордена к сожжению на костре. По легенде, когда великого магистра охватило пламя, он выкрикнул свое последнее проклятие королю и папе. Де Моле предрек, что до конца года Господь призовет на свой праведный суд Климента и Филиппа. Через месяц умер Климент V. А в конце года Филиппа IV смертельно ранил на охоте вепрь. Несмотря на разгром ордена, Филиппу так и не достались бесчисленные сокровища тамплиеров. Климент V запретил деятельность организации во всей Европе и передал их собственность другим религиозным обществам. Вскоре распространились слухи, что многим тамплиерам удалось бежать вместе с их легендарными богатствами, которые так и не были найдены. Далее мы постараемся выяснить, не скрываются ли в великолепной капелле 15 века указания на дальнейшую судьбу тамплиера. Когда в начале 14 века по приказу французского короля Филиппа IV были арестованы многие известные тамплиеры, он распорядился также конфисковать все имущество, найденное в их замках. Но монарх так и не получил того, к чему стремился несметные богатства рыцарей. Согласно легенде, в ночь перед роковым арестом Францию покинула боевая флотилия тамплиеров. Говорят, что они вышли из Парижа и достигли пасения Атлантического океана. Лишив своего главного врага вожделенной добычи. Вывоз сокровищ на кораблях представлялся вполне логичным выходом из ситуации, в которой оказались рыцари. Существует несколько версий относительно того, куда могла направиться флотилия. Исследователи называют Португалию, Шотландию, Балтику и даже Новый Свет. Этот уникальный архитектурный объект подтверждает легенды о бегстве тамплиеров. Рослинская капелла одна из самых красивых церквей Шотландии и памятник древней культуры. Церковь, расположенная в 32 километрах к югу от Эдинбурга, была построена в середине 15 века, через 150 лет после запрета ордена. В причудливом интерьере капелла, покрытым искусными росписями, встречаются странные символы, понять которые, как считают многие, могут только тамплиеры. К примеру, изображение двух всадников на лошади повторяет рисунок древней печати ордена. А вот еще один близкий рыцарем символ человеческая голова. Кому она принадлежит, можно только догадываться. Таинственная роспись рослинской капеллы для многих является полновесным доказательством того, что, невзирая на роспуск ордена, некоторые темплиеры нашли прибежище в Шотландии. Шотландия в ту пору находилась в тяжелом положении, ведь шла война с Англией. Папская булла, запрещающая орден, так и не была официально озвучена в стране. Так что можно предположить, что темплиеры в Шотландии не считались изгоями. сегодняшние любители тайн по-прежнему ищут ответы на главные вопросы. Куда сбежали рыцари и как им удалось спрятать свои легендарные сокровища? Неоднократно делались фальшивые заявления о том, что золото тамплиеров найдено. Также по всему миру действуют благотворительные организации наподобие шотландской Милити Темпли Скотти. Они считают, что настоящее наследие тамплиеров это бескорыстное и преданное служение Богу и человечеству. На мой взгляд, из всего, что мы знаем о томплиерах сегодня наиболее актуальна их философия духовного самопознания. Она практически исчезла из нашей жизни в результате наступления рационализма и общего упадка изначальной веры. братья братья мои, когда ты принадлежишь группе людей, разделяющих с тобой веру, это придает огромную моральную силу. Мне кажется, сейчас это не часто встречается. Вас избрали адептами учения, которое пошло от рыцарей великого храма. Сегодняшние тамплиеры не являются прямыми потомками рыцарского ордена. Клянетесь ли вы священным писанием, что вы не измените ни одному из правил устава ордена и будете верны учению? Аминь, во имя Бога и во имя Шотландии. Но их вдохновляют те идеи, которые без сомнения встретили бы одобрение и поддержку у тамплиеров минувших веков. Именем Бога нарекаю вас рыцарем. Я считаю, что орден сегодня настолько же важен, как и много веков назад. Так же будет и впредь. Самое главное это личностное духовное развитие, чувство взаимопомощи и подлинного человеческого братства. Сегодняшние тамплиеры уже не обязаны быть монахами и среди них встречаются представительницы слабого пола. Члены обновленного ордена поднимают свои мечи только во время торжественных церемоний. Но они приносят клятву верности древней и благородной традиции, сталкиваясь с тайной более значительной и глубокой, чем сомнительные легенды об основных сокровищах и пугающих ритуалах. Ключ к тайне тамплиеров в познании себя самого. Это и есть величайшая тайна. Тайна бессмертной человеческой души. Их можно считать доблестными воинами Христа, которых впоследствии обвинили в немыслимых грехах. Или мистиками, охранявшими древние тайны, постичь которые могут лишь избранные. Очевидно одно, тамплиеры оставили яркий и незабываемый след в мировой истории. Основные тайны рыцарей тамплиеров так и остались нераскрытыми. И все же судьба загадочного ордена продолжает волновать умы людей и подталкивает их к изучению культурного и религиозного наследия ушедших веков. Вы смотрели программу «Затерянные миры». До новых встреч в прошлом. Редактор субтитров